Продолжение следует... ...месяц-полтора. Федеральная стройка на особом контроле у правительства региона. Глава Хакасии Валентин Коновалов лично контролирует исполнение нацпроекта. И то, что увидел руководитель республики в ходе очередного визита, не порадовало. В конце года планируем запустить отопление. Приехали подрядчики, подрядчики вывели отдельные отцены. Как в конце года планируете запустить отопление? Отопление надо запускать уже в августе. Чтобы, так сказать, к сезону, когда у нас, извините меня, может пойти снег, вы уже могли внутренние работы начать. Да, извините, оговорился. Стройка не только одна из самых важных для Хакасии, но и одна из самых дорогих. Финальная стоимость объекта почти 800 миллионов рублей. Коробка жилого корпуса практически завершена. Заказано лифтовое оборудование. Ведутся работы по слаботочке, по штукатурке, подготовительные работы идут к основным отделочным работам. То есть выполняются работы по сантехнике, по отоплению. Я говорю непосредственно про жилой корпус, так как на корпусе АБК происходит еще строительство общестроительных работ. Подрядчик не скрывает, на объекте катастрофически не хватает профессиональных кадров. В цене каменщики, сварщики, отделочники. Чтобы наверстать упущенные темпы, необходимо как минимум еще полсотни строителей. До конца года подрядчик должен освоить порядка 300 миллионов рублей. Пока израсходовали лишь 60 миллионов. Пока застройщик упускает самый строительный сезон, когда тепло и можно стройку развернуть на полную. За это лето стоит задача, чтобы объект был доведен до крыши, поставлены окна, заведен теплоконтур. Затягивается строительство из-за проблем с проектом. Изготовленный несколько лет назад документ в нынешних условиях требует серьезной доработки. Не могут электриков пригласить, потому что проекта нет. Либо он есть, он не соответствует фактическому. Поэтому правительством принято решение выделить дополнительное сигнование управлению капитального строительства, как заказчику-застройщику, для того, чтобы ускорить работы по исправлению ошибок, которые при проектировании были допущены ранее. Строительный сезон в Туиме короткий, снег выпадает рано, поэтому особенно важно закончить наружные работы до зимы, чтобы в холода заниматься внутренней отделкой. Отставание от графика специалисты считают некритичным. На сроки сдачи объекта это не повлияет, уверяет подрядчик. Завершиться строительство жилого корпуса должно не позднее зимы следующего года.